Приветствую вас! Я прочитал ваше сообщение, прочитал я его полностью, вы много чего написали, и прежде чем, откруг вы вообще говоря, вопроса как-то кого вы не задаете, то есть вы просто пишете вначале «Здравствуйте», далее вы описываете свою ситуацию. То есть у вас идет такое вот повествование. Повествовательный процесс, повествовательный стиль вашего письма, он как бы говорит одно, что вам хочется выговориться. Выговориться и, наверное, как-то озвучить все свои проблемы, все свои страхи какие-то и так далее. Значит, прежде всего, у вас есть вот во всем вашем повествовании, во всем вашем сообщении есть очень сильная эмоциональная составляющая одна. Это грусть. Вот то, что я от вас почувствовал, это грусть. Причем грусть сильнейшая. Грусть Клашана. Я прямо чувствую, как вам тяжело, как вам тяжко и невыносимо даже ощущать всю ту ситуацию, с которой вы столкнулись. Вы знаете, вы хотите, чтобы мы помогли вам принять решение, наверное. Но, в действительности, это решение, как вы сами, наверное, поняли, вам нужно принять самому. Мы вам в этом помочь не можем никак. И я, наверное, буду лукавить, если скажу, что это хорошо. Хорошо, что решение нужно принять именно вам. Не нам за вас, а вам. Потому что это правильно. Правильно, что подобные решения вы принимаете самостоятельно. Тем не менее, вы обратились к нам за помощью. И поскольку вы обратились за помощью к нам, то я постараюсь вам сказать, что можно сделать в этом ситуации. Во-первых, первое, что вам нужно сделать, это избавиться от чувства вины. Вы не виноваты в том, что так случилось. И вот почему. Дело в том, что человек чувствует вину тогда, когда он начинает брать на себя ответственность за то, в чем он, по сути, эту ответственность ненесет. И вы, наверное, спросите меня, а как же это вот к вам относится? Я вам отвечу, что вы в данном случае переносите свою ответственность как мужчины на свою ответственность как отца. То есть, что вас держит с вашей семьей? С вашей семьей. То есть, с которой вы изначально. С ней вас держит дети. Но, понимаете ли, детям нужен отец, который будет с ними, который будет давать им, скажем, какую-то работу, ласку, тепло и так далее. Детям нужен папа. Скажите мне, пожалуйста, следующий момент. А нужен ли вашим детям несчастный мужчина? Думаю, что нет. Почему? Потому что, если вы будете с ними несчастным мужчиной, то никак вы не сделаете их, к сожалению, счастливыми. Своих детей. У вас не получится сделать их счастливыми. Потому что, простите, для этого нужно вам самому быть счастливым. Далее задаем себе вопрос такого плана. Будете ли вы счастливы, если будете со своей семьей? С женой? Со своей женой? Нет. Счастливы вы не будете. Потому что вы, очевидно, любите другую женщину. И эта любовь, она имеет право за существование. Потому что вы долгое время, правда, имеете со своей супругой и поняли, что дать друг другу того, что вы хотите, вы не можете. Не она вам не может, не вы ей. А это значит, что, как мужчина и женщина, вы друг другу не подходите. И в этом контексте надо обязательно сказать так. Раз вы не подходите друг другу, как мужчина и женщина, значит, вам и жить вместе будет нереально. Тяжело. Выиграют ли от этого дети? Давайте подумаем вот так. Выиграют ли от этого дети? Если вы будете жить, например, как соседи с женой, или, например, если вы будете постоянно в напряженных отношениях находиться с их мамой. Вряд ли. Напротив, на детей это будет очень негативно влиять. Напротив, детям будет вдвойне тяжелее, если вы будете находиться с той женщиной, которая будет делать вас не счастливым. Да, дети будут переживать, что их семья распалась, но, по крайней мере, они будут жить в здоровой атмосфере. И они вас не потеряют. Следующий важный момент, который мне хочется вам раскрыть, заключается в том, что вы говорите, что не знаете, как вообще детям вот даже рассказать о том, что вы собираетесь там делать, что вы вот стараетесь от них уйти. Вы не знаете. Вы не знаете, как это сказать своим детям. Давайте мы попробуем ответить и на этот вопрос. И я вам скажу так. Детей травмирует не то, что вы, да и вообще любой родитель, уходит из семьи. Детей травмирует немножечко другое. Детей травмирует то, что они не понимают причин, по которым родители уходят. И если вы скажете своим сыновьям о том, что вы хотите быть счастливым, и вы уходите от них, если даже не от них, вы уходите от своей жены. Не потому, что вы не любите ее, не потому, что вы не любите детей, а потому, что вы несчастны с их мамой. Что вы просто поняли, что ваше счастье, оно не с ней, не с их мамой. Оно с другой женщиной. Очень важно быть со своими детьми честным. И это поможет вам сделать так, чтобы они вас поняли. Чтобы они поняли от и до, как обстоят дела в их семье. То есть, еще раз, ваше чувство вины, оно основано на том, что вы накладываете, причем совершенно необоснованно. Вы накладываете одну социальную роль на другую. Эта социальная роль прямо касается того, что вы отец и что вы мужчина. И очень часто бывает так, что, к счастью или к сожалению, ну как правило, конечно, к сожалению, но это естественно, роль отца и роль мужчины несовместимы. В контексте одной отдельно взятой семьи. Вам вот этот момент нужно понимать. Далее вы пишете о том, что вы боитесь того, как посмотрят на вас дети. Далее вы пишете о том, что вы боитесь, как они отреагируют на это. И здесь, да, очень важно подобрать правильные слова. Скажет своим детям, что очень важно, чтобы мужчина был счастливым, чтобы он чувствовал, что он мужчина, что он реализуется как мужчина, что он является таковым. А это определенно невозможно, если вы находитесь с мамой своих детей. Вот именно так вам нужно поступать. Вот именно в таком контексте и нужно вам со своими детьми разговаривать. Сказать, что вы любите их, что вы хотите быть с ними, что вы будете их видеть, что вы будете с ними общаться. Но их мама не может дать вам того, в чем вы нуждаетесь как мужчина. И это не чья-либо вина вообще. Это именно естественный ход жизни. Поверьте мне, детям будет только лучше, если вы наконец всю эту ситуацию разрешите. И уж точно вам не будет лучше самому от того, что вы находитесь с той женщиной, которую вы не любите. При этом та женщина, которую вы любите, находится не с вами. Поверьте, вы можете очень легко ненавидеть свою жену, а также ее родных за то, что они вас вот так вот разлучили с любимым человеком. Дальше. Следующий важный момент. О котором мне хочется вам сказать. Он заключается в следующем. Вы не можете решить для себя, с кем вам быть. И я думаю, что для того, чтобы понять это, вот понять, собственно, с кем же вы хотите быть, вам нужно сделать несколько не таких вот и сложных, на мой взгляд, действий. Первое действие заключается в том, что вы ненадолго, это может быть даже стандартное в личном действии, вы его, наверное, даже где-нибудь, может быть, встречали, может быть, даже видели, видели такую вот рекомендацию. Я думаю, когда вы на время, на определенное время уходите вообще от реальности. То есть вы не общаетесь ни в той, ни в другой женщины, не бываете ни в той, ни в другой семье, а просто проводите время где-то в третьих местах, в третьих, скажем так, у третьих лиц, чтобы привести свои мысли, ну, вообще говоря, в порядок. Вот это вам нужно сделать, потому что вы, по сути дела, зашуриваете свой взгляд. От одной семьи, от одной женщины вы мечетесь в другой, но это, знаете, не самое лучшее решение, которое вы можете сделать. А просто потому, что вам это не принесет ничего хорошего. Просто потому что вам это точно не поможет принять какого-либо вязаного решения, именно, как раз таки, в силу того, что вы мечетесь. Мечетесь от одного, от одного, как бы, полюса к другому. То есть, условно говоря, первый полюс – это ваше желание, это то, чего вы хотите, да, это вот ваша, ну, как так, любимая женщина, не любовница, а любимая женщина. А второй полюс – это тот, кто точно вам нужен, это ваши дети. Так вот, смотрите, какая получается вещь. Первый, извините, у вас любовь, вы чувствуете, что это прям ваш человек, что вам прям с этим человеком хорошо, что вы прям нашли свою родственную душу там и так далее. А в коротком случае, как бы, время, да, быт, все вот это вот вас, вас сдерживает, не дает вам принять причинение. Так вот, мы жили в этом быту, и вы знаете, насколько этот быт может быть однообразным. Вы знаете, насколько он может быть мертвым, и насколько у вас все бездушно. Ничего яркого, пишите вы, и это действительно так. Ничего яркого, только лишь обязанности. И так будет всегда. Ничего, к сожалению, не изменится в дальнейшем у вас, если вы будете оставаться там же, где, по сути дела, вы были все это время. Вы поняли, что это себя уже из шило, фактически, из жило. Турно что-то другое. Вот это другое что-то, как раз-таки, вы и можете получить. Ну, понятно, что это все, не столько, ну, как бы, для вас, это все понимание. Вы не можете сами принять причинение. Значит, нужно какое-то время отдохнуть. Отдохнуть от всего этого вообще. Тогда будет это решение принять гораздо проще. Тогда вы будете лучше понимать то, чего вы хотите. Далее. А, значит, уважение детей и их любовь вы, конечно же, не потеряете. Потому что дети, да, они будут тяжело переживать то, что вы сделали. Да, им будет неприятно, у них будет эмоциональная реакция, определенная на вас. Но, простите, пожалуйста. Эта эмоциональная реакция не означает, что они перестанут вас любить. Им будет неприятно, да, им будет тяжело, да, им будет трудно нереально понять, почему вы сделали именно так. Да, все это действительно так. Но, простите, они все равно будут вас любить. Их любовь никуда не денется. Она будет с вами. Просто отношения будут немножечко другими. Дальше. Почему вы боитесь выйти из зоны ковпорта? И почему вы боитесь взять на себя ответственно? Вот если все вопросы до этого, может, было бы, да, и, в принципе, можно решить вот так вот, в формате вопрос-ответ, то вопрос, вопрос того, почему вы не можете выйти из своей зоны комфорта, решить вот так, просто, в формате вопрос-ответ, я, к сожалению, думаю, не так уж и легко. Но я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию под таким углом. Например, что дает вам ваша зона комфорта? Что вы, условно говоря, получаете, когда в ней находитесь? Что вы приобретаете, когда у вас есть эта самая зона комфорта? То есть, по сути, чего вы достигаете, какую потребность удовлетворяете, когда находитесь вот в этой самой зоне комфорта? Если определите желание, потребность, которую вы удовлетворяете через зону комфорта, то сможете для себя понять тогда свою нужду, в чем вы нуждаетесь. И, что гораздо важнее, эту нужду вы сможете удовлетворить, ну, скажем так, другим путем, не через тот путь, который вы используете сейчас. То есть, сейчас какие-то свои желания вы удовлетворяете через семью, да, через, значит, ваш дом, вашу, может быть, даже супругу. А если вы для себя поймете, что именно представляет из себя вашу ответственность, вы сможете удовлетворять ее не только через семью, но и через что-то другое. То есть, тут нужно будет в любом случае понимать, что вы зависимы. Вы зависимы в чем-то от того положения, в котором вы оказались, просто потому, что даже любимая женщина не может вас, собственно говоря, даже любимая женщина не может вас от этого отвлечь. Дальше. Следующий важный момент. Чувство вины, которое у вас, как вы говорите, играть изнутри будет, если вы уйдете к любовности, оно не будет вас беспокоить, если вы организуете со своими детьми нормальные взаимоотношения. То есть, единственное, что вас гложет, это то, что как бы ну, чувство вины и дети. Потому что с женой вы так и будете в душе одиноки. Это вы и правильно понимаете. Вам нужно расставить, разгласить свои роли, свои социальные роли, не намешивать одно на другое. Понимать, что есть одна и другая, и дети чего-то в силу своего возраста не понимают. Но они привыкли воспринимать отца как человека, который находится рядом. если вы будете нереально и нужно будет заново привыкать к вам к тому, что вы теперь уже находитесь немножечко в другой тандиции. Это да, конечно, но это неестественно. И они привыкнут. Они непривыкнут. Я думаю, что дело здесь в том, вот в принципе по факту ситуации я вам всю раскрыл. Я думаю, что основная проблема, которую может быть сложно будет решить именно в контексте формата ответ вопрос, это проблема ваших потребностей. То есть почему вы боитесь выйти из зоны комфорта? Бойитесь остаться в конечном счете один. Вот это вот ваша главная проблема. Почему вы боитесь остаться один? Что для вас плохого в одиночестве? Страх остаться одному это очень серьезная проблема, которая порождает зависимость от окружающих людей. И получается, что всех других других людей, которые вокруг вас, условно говоря, вы используете, уж я не знаю осознанно или нет, как средство для спасения от одиночества. Это неправда. Если вы боитесь остаться один, я думаю, что это ключевой момент, то к подходу страха, к подходу к страху, я могу порекомендовать вам три основных направления. Значит, направление первое, это направление субъекта. Вы сейчас один? Нет. Чего тогда переживать? Вот когда будете один, тогда и будете об этом думать. Дальше остайтесь в одиночестве на какое-то время. Побудьте один, ну, побудьте в одиночестве два, три дня и так далее. Пере, как бы, формируйте, переформируйте одиночество в уединение. Вы боитесь, что останетесь один, как бы, как состояние вынужденного положения. То есть, вас вынудят быть одиноким. А если вы сами сознательно будете вводить себя в это состояние, состояние одиночества, оно уже будет не таким страшным. Но вам нужно его самостоятельно в себя вводить. Для этого нужен личностный рост. Для этого нужно мышление о себе как о личности, не в привязке к другим людям. Для этого нужны личные интересы, для этого нужно постоянное развитие и четкое понимание, кем вы хотите себя видеть. То есть, вы идеальны. Вот об этом всем вам нужно подумать. Следующий важный момент. Это момент такой, что опять-таки что в одиночестве для вас плохого. Видите ли, если вы не самодостаточный человек, если вы не можете находиться в одиночестве, то с этим нужно работать. И в первую очередь понятно, а что же вам не хватает для самодостаточности. Может быть, какая-то неуверенность в себе идет. Может быть, что-то еще. В зависимости от наличия проблем, можно и нужно говорить о том, как вам помочь. Но страх одиночества, страх одиночества, это большая такая проблема, на которую нельзя просто взять и закрыть глаза. Она мешает вам, и, возможно, мешала всегда, что стало причиной тому, что вы строили свою жизнь не на основе собственных желаний, не на основе собственного счастья, а как раз таки на том основании, чтобы не быть одному. Если это так, то я думаю, что вы не сделаете счастливым никого вокруг себя. Главное для начала учиться быть наедине с собой. не бояться потерять других людей, любить себя, повышать уверенность в себе, и только тогда, только потом, я думаю, уже у вас будет независимость от других людей. А вообще говоря, подумайте, что же вам люди такого дают? Что же такого вы теряете в одиночестве, чего не получаете с людьми? Я уверен, что вы якобы не получаете с людьми, то, что вы получаете с людьми, можно совершенно спокойно получить в одиночестве. Просто вы не пробовали и боитесь чего-то нового. Вот это нужно преодолевать. Для начала побольше разобрать с вами именно этот страх одиночества. Я думаю, что он корень всех ваших проблем. потому что все остальное в принципе было рассмотрено. С этим достаточно как бы успешно можно существовать, с этим достаточно успешно можно жить и можно везде в принципе достичь определенных успехов. Было бы желание. у вас такое желание есть, но возможно нет средств. Это средство вам можно дать. Либо вы можете самостоятельно с этим поработать, чтобы прийти к какому-то решению хотя бы относительно самого себя. Придете к решению относительно самого себя, перестанете бояться быть один, и тогда сможете спокойно сделать выбор. Единственное что, что тянуться этим не стоит, потому что ваше любимое уже ультимативной форме сказала о том, чтобы вы принимали решение. Я думаю, что для того, чтобы решение было правильным, нужно всего лишь принять его не будучи зависимым от чего-то, не будучи нуждающимся в чем-то, а все-таки будучи независимым человеком. Так, чтобы решение было принято исходя из вашего воли изъявления, скажем так. Вот это абсолютно правильное и верное будет тогда решение. То есть вам в процессе принятия своего решения нужно всего лишь навсего освободить себя от лишних отвлекающих раздражающих факторов, которые мечтают вам объективно посмотреть на вещи. Какие это факторы я вам сказал, в принципе как с ними бороться я тоже сказал, если хотите можно поработать в принципе можно поработать с вами, если вы считаете, что можете самостоятельно это сделать, уверен, что можно попробовать, но просто не затягивайтесь с этим. Вот и все. Но самое главное, помните всегда, что самое главное, чтобы человек был счастлив. Без счастья невозможно ничего. Если вы будете несчастным, но будете детьми, то поверьте, никому хорошо от этого не будет ни вам, ни детям. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.